В сентябре 2007 года человек, который назвал Молотов Алва, от создания виртуальной реальности до ее художественного осмысления. А как иначе назвать ленту, появившуюся только что, сделанную Бруно Феликсом, и целиком посвященную виртуальной жизни виртуального же персонажа по имени Молотов Алва? Сам автор считает, что творческий метод не меняется. Вся новизна в том, что такого героя раньше просто не было. Это самая обычная документальная лента. Как и другие хроникальные фильмы, она рассказывает о том, что большинство зрителей не видели и не знают. Но это примерно то же самое, как картина об амазонских лесах. Туда что? Все ездили, что ли? Основой послужила история с феноменальным успехом затеи второй жизни. Если можно создать другую жизнь, то и герой, согласно подобной концепции, может меняться по желанию авторов. О драматургии можно забыть. Соблюдать логику характеров, развитие сюжета, не модно. Хотя формально все приемы присутствуют. Тут и рассказ от первого лица, и ситуации, которые так или иначе, но заставляют персонажа меняться. Вы, как зритель, просто следуете в русле, которая проложена для сюжета. Это клише традиционное. Назовите его приемом, не знаю. Рассказ в рассказе, например. Вы можете узнать кое-что о киберпространстве. Так что фильм выполняет еще и образовательную функцию, как я понимаю. Неожиданное предложение поступило Бруно Феликсу из США. Продюсеры одного из крупных кабельных каналов, в какой-то степени законодатели моды на новый телеязык, купили его работу, даже не торгуюсь, сходу подписав нужные бумаги. Но это не значит, что другие фильм не увидят. Увидят и еще как. Достаточно набрать в поисковой системе ими героя и любуйте себе на здоровье.